Добрый день, друзья! Сегодня будем говорить о тейпировании коленного сустава. Были вопросы по поводу тейпирования коленного сустава и мы решили осветить эту тему. Но для начала давайте разберемся, чем отличается тейпирование коленного сустава от использования ортеза на коленный сустав. Смотрите, ортезы у нас бывают трех видов, трех степеней фиксации. Жесткие, средние и мягкой фиксации. Но это все ортезы, то есть это все, что одевается на коленный сустав. Тейп на коленный сустав наклеивается, поэтому он выполняет функцию поддержки связок, страховки, можно так сказать, связок. Но он, к сожалению, не спасет, если есть нестабильность коленного сустава. Был вопрос, как клеить тейп при переразогнутом колене. Тоже тейп не удержит переразогнутое колено. Это не более чем подстраховка, но в некоторых легких случаях при легких травмах коленного сустава, при перегрузке коленного сустава или мышц окружающих коленный сустав тейп работает совершенно замечательно и выполняет свои функции на сто процентов. Итак, если рассмотреть стандартный ортез, средний и, скажем так, сильной фиксации, то можно обратить внимание, что у него, ну скажем, основных, основных три составляющих. Как правило, это боковые усилители, которые удерживают коленный сустав, боковые связки коленного сустава. Это кольцо надколенника, которое фиксирует надколенник в правильном положении. Ну и, соответственно, сама вот эта эластичная структура коленного ортеза, которая предохраняет места прикрепления мышц в области коленного сустава. Собственно, сегодня мы при помощи кинезиотейпа, скажем так, сымитируем все структуры коленного ортеза. Если, ну так, сравнительно сказать, то сегодня мы сделаем ортез на колено наилегчайшей степени фиксации. Давайте приступать к тейпированию. Итак, тейпирование коленного сустава. Значит, первое, что нам надо, это зафиксировать надколенник. Как мы его фиксируем? Две полосочки нам понадобятся. Призаем краешки, чтобы не заворачивались. Итак, значит, надколенник, прямая связка надколенника нижняя, прямая связка надколенника верхняя. То есть, нам надо его проклеить под надколенником и над надколенником. То есть, мы разрываем тейп посередине. Таким образом. Растягиваем где-то на 30%, потому что эта аппликация у нас фиксирующая. На 30% находим край коленной чашечки. Вот у нас пошла уже связочка. Накладываем тейп и далее чуть-чуть его подковой заворачиваем на мыщелки. С одной и с другой стороны, без натяжения. Нижнюю часть проклеим. Теперь верхняя часть. То же самое. Мы разрываем тейп посередине. Находим край коленной чашечки. То есть, вот она кончилась. И здесь растягиваем тейп. И подковочкой замыкаем вот это наше кольцо фиксирующее. Надколенник у нас остался посередине. Зафиксировали. Далее. Нам надо усилить эту аппликацию чуть подальше и частично отключить места прикрепления четырёхглавой мышц, чтобы снять с них нагрузку. Отмериваем тейп. Берём две полосочки такие. Если колено крупное, можно клеить четыре полосочки. Сгибаем ногу опять в колене. Далее. База тейпа. Кладём без натяжения на четырёхглавую мышцу. Чуть-чуть под углом. И, ещё раз повторюсь, аппликация фиксирующая, поэтому тейп мы растягиваем. И проводим тейп по боковой поверхности, огибая коленную чашечку. Или же надколенник, как это у нас принято говорить. Раз. Одну положили. Берём вторую ленту. Также по диагонали в это же место с небольшим можно перехлёстом. Клеим. Чуть-чуть натягиваем тейп. И проводим с другой стороны от коленника. Есть. Опять же, если колено большое, нога крупная, можно взять ещё две ленты. И пройтись, также покрыв большую площадь. И последнее. Нам надо зафиксировать боковые связки. То есть связки, которые не дают коленному суставу смещаться вбок. Также две полосочки. Также обрезаем краешки. Вот здесь есть небольшая особенность нанесения аппликации на боковые поверхности. Разрываем тейп посередине. Натягиваем тейп в области середины суставной щели коленного сустава. Накладываем тейп на боковую поверхность. И просим пациента согнуть ногу в колене. И после этого заканчиваем аппликацию. То есть клеим края. То есть у нас получается, что тейп чуть-чуть заворачивается. После этого опять выпрямляем ногу. И по такой же схеме клеим внутреннюю боковую поверхность. Растягиваем тейп. Кладем, просим согнуть ногу. И фиксируем края тейпа. Вот таким образом. То есть у нас что получилось? То есть мы зафиксировали надколенник. Мы зафиксировали боковые поверхности. Мы частично сняли нагрузку с мест прикрепления четырёхглавой мышцы. Хочу обратить ваше внимание, что тейп – это эластичная фиксация. Это не гипс, не жёсткий ортез и прочее. То есть его можно клеить в плане коррекции, в плане поддержания мышц и связок. Не более того. Если травма всё-таки более серьёзная, здесь придётся прибегать уже к более серьёзным ортопедическим приспособлениям.